Это уже было, но может повториться снова. Заросшие кустарником и бурьяном, обнесенные потемневшими от времени, покосившимися заборами дачной постройки рядом с Абаканом, не такая уж и редкость. Брошенные хозяевами участки постепенно превращаются в бомбу замедленного действия для садоводческих товариществ. Последнее время и у вас, и у нас, но больше у вас, очень много вопросов по, будем говорить, неиспользованным земельным участкам или по заброшенным, запущенным и так далее. Данная тема, если вы смотрели, буквально на неделю назад, полторы уже сейчас поднималась, и на заседание правительства Российской Федерации, в смысле с обращением там в Думу и так далее, ищут пути, как все-таки воздействовать на тех, кто имеет земельные наделы, земельные участки в собственности либо в пользовании, но их надлежащим образом не содержит, не обслуживает. Выработать единый логаритм выявления заброшенных дачных участков – такова общая цель, объединившая сегодня специалистов мэрия Бакана и председателей садоводческих обществ. Ведь каким бы запущенным ни казался стороннему глазу тот или иной земельный надел, у него всегда есть хозяин. В теории это так, но вот на практике все гораздо сложнее. У меня таких проданных участков больше двух слов. Я не знаю, кто они. Я их не вижу на огороде. Они купили и бросили его. Вот возле меня, рядом с моим участком стоит брошенный. Лет 10, наверное, стоит. Оказалось, после того, когда отмежеванный участок был первый раз продан, его продали 8 раз. А мы об этом ничего не знаем. Вот в чем вопрос. Действительно, человек в праве свой участок продать. И он, я вас заверяю, не приходит к нам для этого. То есть мы о таких сделках тоже ничего не знаем. Если произошла сделка, здесь найти человека достаточно просто. Все сделки последующие, они проходят через государственную регистрацию в едином государственном реестре прав. Большинство дачных массивов в окрестностях столицы Хакайси сформировано в 80-е и 90-е годы. Где-то участки передавались всему товариществу. И затем распределялись внутри него. Где-то выделялись персонально гражданам. Как говорится, с той поры немало воды утекло. Есть фамилия и имя отчества. Домашние адреса. Большая часть народу с 96-го года по этим адресам не проживает. Вот. Чтобы запросить сведения, допустим, в Росреесте, необходимо заплатить за одну справку 700 рублей. Мы реально не знаем, что уходит участок. И взносы мы не получаем этих регионов. Проблема общая, а значит и решать ее нужно сообща. В Абакане начинается большая работа по выявлению владельцев заброшенных дачных участков. Адресные списки в мэрию города предоставят руководители садоводческих товариществ. Чтобы пустующих, утонувших в травяном буре ненаделов стало как можно меньше. Дальше единственная судьба этих участков – быть распределенными между членами общества. Поскольку участки предназначены для садоводства, то, безусловно, использоваться они должны именно таким образом. И здесь как раз-таки активная позиция граждан. Кто-то может быть заинтересован в том, чтобы получить еще один участок. И председатели имеют такую возможность эти участки распределить. И это единственный вариант. Территория дачного общества подчинена своим правилам, своему уставу и своему избранному правлению. И специалисты городской администрации оказывают только правовую поддержку и консультационную помощь садоводам в решении проблемы брошенных участков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова